Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Стелла! Я очень рада вас, наконец, вживую увидеть. Мы с вами столько времени общались в Skype. Я объясню немножко, чем мы занимались. Мы с Александром формировали имидж. Мы прошли весь путь от самого начала до нынешней стадии. Мы почти закончили. У нас осталось совсем, ну вот буквально, может быть, одна или две встречи, совсем чуть-чуть. И я с Александром на эту тему сегодня поговорю о том, что вообще такое имидж. Я могу вас спросить, как вы для себя сформулируете, что это значит, что такое имидж для вас? Понятие об имидже и умение, скажем так, производить впечатление, оно закладывается в человеке вот с самого детства. Откуда приходит информация о том, как человек должен выглядеть? То есть, ну, обычно ты смотришь на окружающих людей и видишь, да, вот можно ходить с оранжевыми волосами, да, классно, окей, я тоже буду ходить с оранжевыми волосами. Я очень много читал. Моими кумирами в то время были Хлебников, Маяковский, Есенин, там, и так далее, то есть какие-то писатели начала 20 века. И мне хотелось выглядеть так, как они. И это было, конечно, на самом деле, это к очень каким-то травматическим событиям приводило. Я помню, когда я попросил маму перешить пальто, сделать такую кепочку, и вот я в такой кепочке, в таком пальто, я, значит, пришел в школу. То есть я шел по улице, я шел мимо интерната, и весь интернат подошли, там, ученики подбежали к окнам, смотрели и там пальцем показывали. Сколько вам было лет? Понятно. Мне было 14 лет. И это все, это все, на самом деле, конечно, это, ну, это оставляет след, и через такие же приключения прошли, там, примерно все мое поколение. И к чему это приводит обычно? Обычно это приводит к тому, что человек начинает просто, ну, вот, болезненно интересоваться этим всем. То есть вот я куплю, там, часы стоимостью в квартиру, да, я обязательно, там, надену какой-нибудь пиджак, там, с блестками, там, или еще что-то такое. Со временем, я, все-таки, мне 40 лет уже, и я почувствовал, что для меня статус человека, от которого ничего не зависит, меня больше не устраивает. То есть я больше не могу позволить себе быть не самостоятельной творческой единицей. Внутренне я созрел для каких-то изменений, и для того, чтобы эти изменения зафиксировать, нужны и какие-то, нужно провести какое-то внешнее, какие-то изменения. И какие, я не понимал, честно говоря. То есть с женой мы разговаривали, и я говорил, а может мне на лысо побриться? И она такая, только попробуй. Вот, то есть, ну, понимаете, да, что-то, вот я чувствовал, что что-то надо изменить. Что, как, не понимаю. И вот в этот момент появляетесь вы, да, и мы начинаем, начинаем как бы работать. Я совершенно не представлял, к чему мы, к чему мы придем, потому что я не понимал, что я хочу. То есть сейчас мы прошли какой-то путь, и я понимаю, что все было абсолютно логично, и вот как-то, ну, понятно, почему мы, как бы, вот из этой точки мы вышли, вот к этой точке мы пришли, все как бы, все понятно почему. Ну, например, там, еще полгода назад я не мог представить, что в моем гардеробе появится пиджак. Ну, просто не мог представить. А сейчас это, ну, довольно часто я его надеваю на какие-то встречи, и очень классно себя в нем чувствую. В семье и в окружении какая-то реакция на это была? Это вообще заметили, отметили, начали иначе реагировать или не начали, свои, чужие? Ну, я чувствую, что, что это другое ощущение. Когда я иду по городу, я чувствую, что теперь я занимаю другое место в этом городе. То есть не такое, как раньше. Какое, не могу понять, но чувствую, что другое. Изменилось отношение к экологии, вообще к экологии, скажем так, окружающего мира. И стали отваливаться люди. То есть стали отваливаться люди, с которыми я общался довольно много, и которые, скажем так, люди, которые привыкли меня использовать. И начали появляться другие люди. И вот то, что вы делали, как мы с вами работали, именно это и помогло, помогло это сформулировать. Потому что, что меня потрясло, то, что, когда мы с вами только начинали, мне казалось, что мне нравится вот это, а оказалось, что на самом деле нравятся мне совершенно, совершенно как бы другие вещи. И вдруг, когда уже какая-то была работа сделана, вы предлагаете какие-то детали, фенечки вот эти, например, в голову мне не могло прийти, что я хочу носить фенечки, и что я вообще сорокалетний мужик буду носить фенечки когда-то. Как-то странно. Так же, как пиджак, да? А тут вдруг и пиджак, и фенечки появляются. И когда появились эти фенечки, я понял, что всю жизнь мне не хватало именно фенечек. И вот когда я их надел, наконец-то вот щелк, и как бы все, я прям себя чувствую отлично. Вот вписалось то, что мы с вами сделали в вашу среду и в вашу зону комфорта? Ну, смотрите, я вот такую штуку скажу, что если бы... Честно, говорите, как есть. Если бы я сейчас, например, стоя в метро, обнаружил, что у меня расстегнуты брюки, это я предельную ситуацию, как бы говорю, предельную ситуацию неудобства. Меня бы это вообще не запарило. То есть, ну, ну, расстегнуты, ну и что? Застегнул бы и дальше пошел. Мы сделали хорошую работу. Да. У меня... И примерно такая же ситуация у меня была, наверное, года три назад, когда я вошел в метро и обнаружил, что у меня... Даже не обнаружил, а мне сказал кто-то там. Подошел какой-то мужик и сказал, брюки растену. И я реально просто... Желание было провалиться просто сквозь этот пол метро. Понятно, что, конечно, все на меня смотрят там и так далее. Сейчас меня бы совершенно не запарило. Поэтому я думаю, что если бы... Ну, если бы вот всех людей в России переодеть, то это была бы другая страна. То есть, ну, вот действительно, не экономику поменять, еще что-то там, другое телевидение, другую школьную программу сделать, другую идеологию. Просто переодеть людей. Другая страна была бы через пять минут совершенно другая. Просто потому, что люди сообщали бы друг другу нечто совершенно другое. Это потрясающе, что вы так говорите. Я прямо хочу всех переодеть. Я буду всех переодеть. Ну, это план? Да, да. Спасибо, Александр. Спасибо, Стелла. До свидания. До свидания.